Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского Федерального Университета по инженерной деятельности, директор инженерного института Казанского Федерального Университета, доктор технических наук, профессор Наиль Фаикович Кашапов. Здравствуйте, Наиль Фаикович! Спасибо, что нашли время побеседовать под телекамерой. И у меня предложение самое простое. Первый вопрос, который мне приходится от коллег-журналистов довольно часто слышать. Кому вообще пришло в голову в классическом университете, каковым являлся Казанский государственный университет, и на первых порах федеральный университет наш, организовать подготовку инженеров? Вроде бы это не совсем присуще университетам. Ну, не знаю. Дело в том, что мне кажется, наоборот, это присуще было университетам. Если рассуждать, откуда появился тот же КАИ, КАХТИ, то, конечно, все шло в университете. И главное, все-таки я считаю, откуда появляется инженерия. Сначала нужно было сделать фундаментальные исследования, и потом эти фундаментальные исследования применить в жизни. Отсюда появился инженерия. Поэтому все-таки основа фундаментальные исследования. И, конечно, инженерия должна была быть в университете. Для каких отраслей народного хозяйства, как говорили раньше, готовят специалистов инженерный институт Казанского федерального университета? Да. Вот я как раз к этой части вопроса хотел вернуться. Ситуация в том, что мы готовим именно инженерный институт, в нашем случае не университет, а инженерный институт нашего университета. Это такое кредо – фундаментальные основы инженерных наук. Понимаете? То есть фундаментальные основы инженерных наук. То есть мы готовим по любой, можно сказать, специальности. И что мы сделали в университете, именно в инженерном институте? Это головные у нас робототехника и аддитивные технологии. Робототехника, понятно, это как вокруг самолета КАИ собиралась, теперь мы вокруг робота собираем всех. Начиная от юристов, медиков и так далее, и заканчивая технарями, которые разбираются, психологи и так далее. Все нужны здесь. Ну, есть там вопросы. Именно, да. И робототехника послужила, допустим, одним из этих аспектов. Хорошо, аддитивные технологии. Очень просто. Аддитивные технологии, опять-таки, это уже здесь больше физики связано. Например, для того, чтобы изготавливать на 3D принтер, существуют разные принтеры. Есть одни принтеры, когда лазерное излучение воздействует на материал, и происходит его спекание, сплавление, в зависимости от того, какой механизм применяется. Опять-таки, что идет? Взаимодействие лазерного излучения, то есть, опять-таки, квантов и так далее. Взаимодействие заключается в воздействии электронов. Все это вместе. Опять-таки, здесь что? Опять уже нужна фундаментальная физика для того, чтобы это взаимодействие знать. Как я понял из положения об инженерном институте, из модели подготовки специалистов, ваш институт, инженерный институт КФУ, он, в общем, координирует инженерную часть подготовки в других институтах, естественно, научного профиля. Это так или я что-то здесь недопонял? Это так. Дело в том, что вот та концепция, которая была предложена ректором в свое время по педагогическому образованию, мы, тогда у нас педагогический институт был, мы, соответственно, разделив физиков к физикам, химикам, сделали, оставили педагогический институт как бы для того, чтобы осуществлять координацию. То же самое мы решили сделать и в случае с инженерным институтом, так как, ну, например, в том же институте физики есть, допустим, радиофизики, там же есть и нанотехнологиями занимаются и так далее. Чтобы вот эту координацию проводить, для этого сделал еще и инженерный институт, который это координирует именно с точки зрения на заказов, направлений, которые нужно делать. Ну, хорошо. Вот в чем заключается координация? Ваши преподаватели, преподаватели инженерного института, вот, допустим, бакалавр уже готовый, да, там в институте физики возьмем, его что, как говорится, докручивает его образование или его обеспечивает какими-то науками для того, чтобы он мог, например, получив диплом бакалавра физического института, Казанского федерального института, оказаться где? В какой сфере? Нет, понял вопрос, но только немножко даже побольше, допустим, в том же институте физики или в институте геологии мы, допустим, ведем инноватику или ведем, например, предметы, связанные с материаловедением. То есть наши преподаватели, именно то, что есть конкретные предметы более инженерные, мы их ведем уже на стадии бакалавриата. Вы выпускающие институты? Да, выпускающие. Кроме того, что у нас есть свой бакалаврят, и вот в нас приходят в магистратуру именно бакалавры из других институтов в том числе, то есть и из МИХМАТа, от биологов тоже приходят. Они приходят на магистратуру? Да, у нас магистратура разная есть. У нас, допустим, есть биотехнические системы технологий, одна магистратура, другая магистратура по однопомощным роботам, третья есть чисто по технической физике. Очень интересно. То есть это именно, вот как раз я и пытаюсь сделать так, и ваше институт, чтобы именно те фундаментальные основы, то, что добиваем, обучаем здесь в университете, мы могли, именно зная эти фундаментальные основы, их получить, ввести в промышленность. Вот эту соединяющую часть пытаемся организовать. Да, наверное, не все сразу получается, но... Прямой выход из вашего ответа, прямая подводка, как говорят на жаргоне журналистов, к вопросу об инжиниринговом центре, он в стадии становления? Нет, у нас есть разные виды инжиниринговых центров, потому что вот часть инжиниринговых центров республиканских, которые были созданы, передали нам свои, да? Я имею в виду то, что вы у вас введены. Понятно, ага. Ну, нет, но дело в том, что ситуация такая, опять же, все-таки координацию по всем инжиниринговым центрам все равно придется общую делать. Без этого никак. По всем инжиниринговым центрам республики Татарстан? Нет, пока по университету. То есть нам ведь уже два передали и так далее. И плюс мы собственный инжиниринговый центр, который, ну, он именно основан на другом принципе. Это инжиниринговый центр стопроцентно университетский. Я о нем и хочу, чтобы вы немножко рассказали. В этом как раз, я считаю, опять преимуществом будет инжинирингового центра по сравнению с другими инжиниринговыми центрами. Потому что мы элементарно все разработки вот фундаментальных всех институтов спокойно через этот инжиниринговый центр могли бы коммерциализовать. Соответственно, в этом инжиниринговом центре есть своя производственная база. Ну, производственная база, конечно, университет. Почему я говорю, что 100% университет? Да. Это производственная база инженерного института однозначно будет использоваться и ими в том числе. Ну, я имею в виду что? Какие-то станки, оборудование, механизмы. Да, есть у нас. То есть вы можете производить промышленную продукцию, грубо говоря, да? Как там на предприятиях в свое время были же, участки или цеха нестандартного оборудования, которые материально-техническую базу предприятия позволяли сделать более насыщенной, соответствующей задачей, которые ставились в плановой экономике или, неважно, в конкурентной экономике. Да, конечно. Это все существует. И вы рассчитываете, может быть, не рассчитываете, но я так предполагаю, вы рассчитываете на то, что инженеринговый центр будет выполнять, вот тот, который всецело принадлежит университету, будет выполнять заказы коммерческого свойства для посторонних контрагентов из-за пределов университета или он только университет обслуживает? Нет, нет. Конечно, именно задача из-за пределов университета, потому что, опять-таки, ну, поймите, задача заключается именно в коммерциализации разработок университета. То есть мы должны разработки университета продать за пределы. Продать его чисто в виде фундаментальных исследований и так далее. У нас это идет. У нас есть и проректор по научной работе и так далее. Мы договора выполняем. А вот продать это уже в виде конкретных изделий, то есть иногда бывает что? Научную разработку не покупают, потому что им нужен уже окончательный вариант. И вот мы хотим таким образом даже больше научных разработок коммерциализовать, потому что мы уже доведем до опытного образца. Понимаете? У вас такая продвинутая стадия стартапов возникает? Ну, тут ситуация такая. Стартап опять чем? Ну, если стартап в классическом понимании принимать, это, допустим, однозначно он должен быть уже самостоятельный. Ну, да, да. Он правду должен показать. Нет, люди университета, которые работают в стартапе, они должны уйти из университета. Например, это классика. То есть в Европе и так далее. То есть он уже не может одновременно работать там и там. Это другая стадия. У нас тогда мы потеряем, вот почему я говорю, фундаментальная основа инженерных наук. Стоит ему оторваться от университета, он будет производить какую-либо продукцию, но ему уже не будет... Ну, деньги есть за то, что он продукцию производит. Зачем сейчас ему еще ломать голову, заниматься какими-то исследованиями? То есть мы человека просто уведем. Поэтому это не совсем стартап. Я понял. Я понял. Спасибо за уточнение. Возвращаясь к теме, которая возникла в начале нашего разговора. Вот можно ли сказать, что сама логика развития событий, вот построение инжинирингового центра или там инженерного института в целом к ФУ рано или поздно приведет вас, а может быть уже привела, вы сейчас меня поправите, если уже привела, да, к тому, что будет на новом витке, на новом уровне возобновлено сотрудничество Казанского федерального университета и, ну, назовем их так, отраслевых институтов, тех же КАИ, КХТИ, там, может быть, вот в этом плане что можно сказать? Нет, ну, вот как раз, например, я считаю, что у нас это уже возобновлено, потому что мы не можем работать без КАИ, без КХТИ. Мы же, говорю еще раз, фундаментальные основы, а у них же уже наработки технологические гораздо выше. Ну, да, да. Вот вы спросили, станки есть и так далее, да, я считаю, что самое, что неправильное, что есть у нас в институте, это вот, допустим, у нас станки токарные, фрезерные там, да, хотя они и станки с ЧПУ, мы их и роботизируем, но эти станки, которые уже и на заводах есть, то есть здесь можно учить, но, например, у нас есть 3D-принтеры, которых на заводах еще нет, и мы комбинированно изготавливаем часть изделия на обычном станке, часть на 3D-принтере, на 3D-принтере получаем то, что уже всем заводам нужно. Вот что должно быть вместе. А сам по себе станок, конечно, я думаю, что КАИ лучше может владеть, ну, если не КАИ, но на заводах уже есть специалисты высокого уровня. Как президент Татарстана Рустам Нургалевич Миниханов на одном из недавних тут форумов заметил, мне очень понравилось это его выражение, он так в сердцах сказал, когда заговорили о 4-й технологической революции, укладе, он сказал, вы, наверное, знаете, вы улыбаетесь, знаете, вы сказали, да, о чем мы говорим, если мы работаем на станках 50-летней давности, и износ основных фондов за 60% зашкаливает уже. Это очень сложный вопрос. Но я понимаю, что усилия, да, надо предпринимать, вы их предпринимаете. И обучать надо. И продолжая тему сотрудничества, теперь уже такой международный аспект. У вас есть какие-то совместные проекты или планируются совместные проекты с вашими зарубежными коллегами? И как поставлена вот эта часть дела в классических, ну, скажем, немецких университетах? Ну, с немецкими университетами самое сложное. Ну, не обязательно. Самое сложное, потому что у них очень такая раздробленная система подготовки, потому что у них это и техникум и так далее, с их названиями там иногда не совсем понятно. Можно и запутаться. Да, ВУЗ это или не ВУЗ. Ну, такие работы мы делали. Но сейчас в большей степени, конечно, ну, скажем так, я вот посмотрел все страны, получается, что в современных условиях лучше всего работать с Кореей, с Юрой. Да, потому что... Вы имеете в виду Южную Корею. Южную Корею, да. Республику Кореи. Ну, правда, сейчас и Северная Корея уже подтягивается, то есть, да, уровни тут тоже сами же корейцы это признают. Ну, а к тому говорю, что уже, допустим, вот Северо-Восточная Азия, смотрите, допустим, та же Япония со своим менталитетом, несколько другой, который мы отсталили, там, Вьетнам, несколько... А вот Корея как раз для нас, мне кажется, хотя мы работы ведем однозначно с Чехословакии, там, допустим... С Чехии, да, сейчас, да, с Чехии, с Болгарией тоже вот подали совместные заявки. Но вопрос такой, опять-таки, здесь выигрыш тоже вот именно опираясь на то, что фундаментальные основы, ну, и как раз удается нам, допустим, использование физической, там, неискатурной плазмы для применения, допустим, в той же... Ну, для обеззараживания, скажем, или для дезинфицирования продуктов и так далее, увеличения роста. То есть, именно, опять-таки, вот это соединение, я считаю, что позволит работать и с зарубежными организациями, предприятиями, потому что там на человека настроены были всегда. То есть, они все свои разработки старались сразу внедрить для человека. Ну, и даже при советских временах это же было видно, да? Ну, да, да, более прикладной характер усилия носили. Да, поэтому, скажем, фундаментальные исследования у нас очень хорошо поставлены. Там и с Тулуурцей со всеми мы работаем. Но вот прикладная часть, я тоже, думаю, найдет... Именно здесь будет уже польза от них. Потому что у нас-то эта часть еще недостаточно, а вот работая с ними, мы сразу получим применение. Ну, в общем, понятно. Отвечая на мой вопрос, вы подтвердили, что вы выпускающий институт. Да. А у вас один выпуск, два выпуска, вы сравнительно недавно организовались? Нет, ну, да, в принципе, организовались тоже, получается, все-таки, по документам, получается, 12-й год. Ну, у нас в выпуске есть, как бакалавров, магистров у нас больше уже, потому что же через два года выпускают магистров. Поэтому изначально у нас было, конечно, в самом начале больше магистров, чем бакалавров. Теперь приблизительно одинаковое количество. Это сколько-то? 100-200 человек? Ну, допустим, вот набор в этом году 100 человек. Ну, то есть... На очную форму. Да, на очную форму. Имеется в виду бюджетную. Конечно, с учетом небюджетных, там 130 набрали. Ну, по идее, 50, значит, бакалавров, 50 магистров, где-то вот так идет. Вы следите за судьбой тех, кто уже выпустился, за судьбой своих выпускников. Можете сказать, где они нашли применение, насколько успешно развивается их деятельность или карьера, говоря по-другому? Ну, понятно. Но дело в том, что есть разные. Да, за них следим. Ну, допустим, от половины, конечно, мы получаем сразу. Вот как половина у нас почему-то... Ну, потому что очень много... Почему половина? Ну, получается, половина у нас много очень было, особенно магистратура, очень много было из-за рубежа. То есть было много. Ну, страны СНГ в основном. Правда, у нас и из Кубы тоже учатся. То есть эта часть немножко, получается, они не всегда отвечают. Ну, я понял, да. Ну, а здесь в основном, конечно, в принципе, вот могу привести пример. Многие магистры и бакалавры, допустим, в магистратуру даже многие приходят уже с заводов. Вот, допустим, Казанский электротехнический завод, на нем уже работает столько людей, которые в магистратуру к нам пришли, то есть получили необходимые для себя навыки и работают там. А магистратура им зачем? Она что им додаст? Ну, соответствующая специализация, ну, представьте, вот, допустим, биотехнический систем технологии. То есть завод занимался радиоаппаратурой, а сейчас они занимаются, допустим, роботом типа DaVinci, разрабатывают медицинский инструмент. Соответственно, мы здесь можем им помочь и помогаем в плане обучения этих студентов. То есть у них появляются дополнительные компетенции. Часть людей, которые вот именно по инноватике, это у нас есть специальность интеллектуальной собственности. Это тоже, опять-таки, многие, кто уже работает, в патентах отдела других вузов, они у нас тоже проходят обучение. Правда, тех лучших мы еще оттуда забираем к себе, это тоже есть. Ну, это естественный процесс. Да, естественный процесс. Но, скажем так, вот эти моменты тоже есть. Ну, есть, опять-таки, у нас, так как инноватика, у нас есть, допустим, было, значит, ну, идут люди в частный бизнес, создают свои малые предприятия. То есть и такие есть. Понятно. Наверное, огромное вам спасибо за беседу, за рассказ. Я так понимаю, что ваша миссия, ну, как я понимаю, да, если я неправильно пойму, вы сейчас уточните, поправите меня, заключается в том, чтобы людей, которые в университете априори получают базовые, фундаментальные познания в различных отраслях, да, в различных сферах, точнее, будет сказать, вы помогаете им соединить вот фундаментальные знания, прививая определенный вкус и определенные навыки, да, то есть, вот, чтобы они могли найти применение своим силам в различных уже практических сферах при решении практических задач. Да. Ну, это очень благородная задача. Я думаю, что как раз нашему высшему образованию долгие годы именно этого и не хватало, что, ну, университетскому, во всяком случае, в пору моей учебы мы все выходили с дипломами, но очень многие выходили с дипломами, которые не очень понятно было, где применить, да. Ну, вот добавлю только одно, что вот в этом плане университет в целом работает. Вот вы же сами понимаете, что и телевидение было создано здесь для чего? Для того, чтобы именно выходили с диплома, зная что. То есть, поэтому это заслуга всего университета, то есть, это вот как раз и ректор, и ведет именно направление, в этом направлении идет, и, соответственно, инженерный институт, он просто... Является органической частью. Да, 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 и все, тут никаких этих нет. Еще раз большое спасибо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня в программе «Акцент» был Наиль Фаекович Кашапов, проректор Казанского федерального университета по инженерной деятельности, доктор технических наук и директор инженерного института Казанского федерального университета. На этом сегодняшний выпуск программы «Акцент» завершен. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо вам еще раз, Наиль Фаекович. Спасибо. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!